С главными событиями дня в студии Ирина Цептова. Регионам необходимо развивать собственный экономический потенциал, но и помощь федерального бюджета при этом уменьшать нельзя. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В таком публичном формате мероприятие проходит каждый год. Участие в нем принимают члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, министр финансов и председатель счетной палаты, высшие должностные лица субъектов и председатель законодательных собраний всех регионов. Наш округ представил председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Регионы ожидают принятия федерального бюджета в первом чтении, так как пока неизвестны все его параметры, а значит не определены точные объемы всех межбюджетных трансфертов. Касаясь основных особенностей представленного проекта бюджета, Валентина Матвиенко подчеркнула, что страна возвращается к трехлетнему планированию. По мнению парламентариев, это повышает степень определенности в экономике, дает возможность хозяйствующим субъектам строить планы на среднесрочную перспективу. Особое внимание при рассмотрении проекта бюджета было обращено на регионы. Ситуация здесь непростая. Государственный долг субъекта федерации растет. К концу года ожидается на уровне почти 2,5 трлн рублей. Это при том, что Министерство финансово-правительство все-таки предпринимало конкретные меры по улучшению финансирования регионов. В 14 регионах он превысил уже объем бюджетных доходов. По словам Валентина Матвиенко, Совет Федерации не может допустить сокращения федеральной поддержки регионов. Поэтому спикер предложила зафиксировать объем межбюджетных трансфертов и установить мораторий на его сокращение хотя бы в течение трех бюджетных лет. Председатель Совета Федерации также считает, что нужно двигаться в сторону формирования новой системы межбюджетных отношений, стимулирующей регионы на развитие собственного экономического потенциала. В связи с этим она напомнила о действовавшей ранее базовой схеме распределения налоговых и неналоговых платежей 50 на 50%. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что проблемам региональной политики в ходе обсуждения было уделено значительное внимание. В 2017 году мы серьезно меняем межбюджетные взаимоотношения с регионами как в области налогов, так и в области трансфертов. Мы увеличиваем нецелевые объемы поддержки регионов, чтобы дать больше прав губернаторам в распоряжении своими ресурсами. Считаю, что в нынешних условиях это оправдано. С другой стороны, предоставляя такие виды поддержки, мы будем требовать от регионов выполнения условий по созданию источников роста, новых рабочих мест, целый ряд других позиций. По словам Антона Силуанова, 2017 год будет посвящен предметной работе с субъектами Российской Федерации в чести повышения эффективности региональных и муниципальных бюджетов. Регионы ожидают принятия федерального бюджета в первом чтении, так как пока не все его параметры известны, а значит, не определены точные объемы всех межбюджетных трансфертов. Несомненно, что результаты парламентских слушаний будут учтены и при формировании бюджетов регионов. Проект окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов будет внесен губернатором в окружное собрание депутатов до 15 ноября. Ирина Цепетова, Телеканал Север